Здравствуйте, мои дорогие друзья, я Александр Пчу. Перед посмотрим, поставьте лайк, комментарии. Сразу с тем, что мы для вас видео, все, что я скажу, все свои домыслы, мои фантазии. Сами понимаете, в какой стране мы находимся. Так, рост цен. Будет ли рост цен после выборов, так сказать, президента, который президентом не является, а является юрлицом по документам. Ладно, это не столь важно для некоторых людей, которые не изучают юспруденцию. Так, что мы здесь видим? Мы видим, что сначала, как говорится, был какой-то такой кризис искусственный создан. То есть, был какой-то заранее план, видать, разрушить экономику. Вот, у них сейчас это получилось. Причем мы видим, что планировалось разрушить экономику заранее. То есть, поэтому они, возможно, объекты вот эти беспилотниками разрушили. Это уже был такой план. Вот. Вот, то есть, получается, план такой заранее уже был. У меня аж камера от, как говорится, обмана народа аж глючит. Вот. То есть, заранее такой план уже был. Разрушить некоторые заводы и так далее. То есть, какой-то глобальный план. Вот. Дальше, что мы видим? Да, мы видим трагическую ситуацию. То есть, она коснется обычного народа. Задача какой-то голод сделать. Мы в прошлых годах видели, что как планировался в России голод и по всему миру искусственно создавать, чтобы люди вымирали. Так это и создается. То есть, после выборов реальный какой-то голод начнется. Реально запланированный. Реально некоторые будут запугивать, лишать продуктов еще чего-то, да, каких-то ресурсов. Это четкий такой план был. Так. В результате чего? О! Так это новый мировой порядок. Это начало новой России. То есть, начало не совсем России, так сказать, а какой-то структуры, может, электронного концлагеря. Фиг знает. То есть, все будет ненастоящее. Вы должны этому радоваться. Всего лишь ад. И, как говорится, то есть, следующая стадия. Причем, это было запланировано уже. Такой был план. И у Путина, и у всех был четкий план так сделать. Вот. Цены резко возрастают. Мы видим до космоса буквально. Понятно так. Так, сейчас посмотрим доллар. О, доллар по договорнику прекрасно будет расти. Сейчас его просто пустят на взлет. А рубль? Ну, рубль у нас держится, как говорится, на опасной отметке низко. Поэтому нужно лучше наличечку хранить, как говорится. Я уже объяснял некоторым безмозглым, которые картами электронно платят. Я вам сочувствую. Вы будете бомжами. А вот доллар как раз с евро остальными всеми купюрами, он очень возрастает. Даже электронный рубль ненадежен. Он тюремный почему-то. Значит, какая-то опасная ситуация. Ну, что ж. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok. Пусть удачи.